Всем привет! Сегодня с вами Катарина. Не так давно мы делали ролик про стоматологию в районе Кипиеса в Анталии. И к нашему счастью у них открылось новое отделение ближе к нашему дому в районе Каньялты. Это новая клиника со свежим ремонтом, с новым оборудованием, врачи, цены и качества. Все то же самое, что в районе Кипиес, но теперь и в туристическом районе Каньялты. Сегодня мы привели нашу дочерку Варюшку на осмотр и будут ставить новую пломбу по ценам. Я вам расскажу чуть позже. Сейчас я вам покажу, как можно будет добраться до этой клиники. Ближайшая автобусная остановка клиники под номером 101-69. И от этой остановки до бизнес-центра, в котором находится клиника, буквально 10 метров. Клиника находится в бизнес-центре Мехмед Азбек. Здесь будет табличка с офисами, которые находятся в бизнес-центре. Вам нужна, соответственно, вот эта клиника. Находится она на втором этаже. Можно подняться на лифте внутри. Не больно, Варюш? Нет. Размел, остальные зубки не смотрели, там только одно... Сейчас я попробую сделала, а длину опять проверим. У меня сейчас лет, уже 10 лет назад осталось. Так? Да. На 6 лет или года. Не знаю. Через 10 месяцев тебе исполнится 6 лет. Считает, ждет. А здесь полностью новое, да, оборудование ставили? Потому что я смотрю, да, до этого было другое кресло. Да, да, сейчас оборудование, система все, варю, ставится. Побольше. Побольше. Побольше, окрой, Варюшко. Закрой, Варюшко. Было прямо с, да? Закрой и постучи зубами. Стучи, стучи, стучи. Сильно, 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 сильно. Закончили. Так, раз спрашивай, легко было? Да. Сейчас мы зададим. Дадим несколько вопросов главному хирургу клиники. Дадим вопросы по поводу, какие работы проходят. И самое главное, какая стоимость на услуги. Это есть русскоговорящий персонал клиники. И сейчас Радмила, ассистент хирурга, поможет нам с переводом. С нами сегодня будет разговаривать Ахмед, главный хирург, и его ассистент Радмила. Радмил, скажите, как давно работает клиника? Клиника у нас уже почти что-то второй год. Первую клинику мы открыли из ЕК. В том, вот несколько месяцев как открыли уже в Куни-Алтри, здесь мы открыли вторую клинику. Но большинство у нас пациентов в той клинике. Врач у нас очень опытный насчет имплантов, насчет эстетики, насчет коронок. Ну, что интересует насчет зубов? Он все делает так, что пациент очень довольный. И пациент довольный здесь, и, конечно же, и мы довольны. Врач мой, с кем я постоянно, Ахмед Пей. Какие проводят стоматологические работы? Какие проводим? Ну, вот, начиная примерно с эстетики. Это первый пример. Например, отбеливание, пломбы, удаление зубов, лечение каналов, импланты. Вот это все уже при рентгене врач смотрит, и он уже тогда уже говорит, какую работу нам надо вам сделать. Все оборудование, все есть в клинике, никуда дополнительно ездить не нужно. Нет, нет, никуда не надо идти, никуда все есть. У нас все придет и рентген, и все. Как говорится, никуда он не отправляет. Дополнительные услуги, я так поняла, что если проводим лечение какое-то комплексное в клинике, то вы помогаете туристам с трансферами. Через WhatsApp связываются со мной, все решаю я. Когда уже все решим насчет пациента, насчет лечения, с пациентом я сразу говорю, заранее, неделю, примерно в Антаре, какой отель они выберут, в этот день я уже у себя все организую, и врачам, и все. Сама еду, лежи машину, отправляю, пациента привозят, все это сделают. Пациентам отель дальше отдыхать, отправляю. Сколько врачей работаю, и какое у них образование? Сколько сенComm правил врачей работы, и какое у них образование? Как говорится, клиника 23 человек общая. 7 врачей, медсестры есть, помощники, атсестанты. Это все общее, у нас 23 человека. Первая клиника в Кузеяка, в Кепезе, вторая клиника здесь в Коне-Алты. Там 4 врача, здесь 3 врача. Вот так меняется примерно, куда какой врач нужен, туда тот врач едет. У всех высшее образование врачей, организацию, как он говорит, делаю я. И главную организацию насчет врачей делает Амит Петь. Вы подстраиваетесь под клиентов, и если ему нужно какой-то большой комплекс услуг, вы все делаете сразу. Это, конечно же, заранее все переговариваю с ними по телефону. Те вопросы друг друга решим, и уже я решу. Чем быстрее, тем лучше вам могу помочь. Бывает, такие пациенты у меня на месяц приезжают. Бывает, что даже на 2 месяца могут. А если бывает, только на неделю. Чтобы организацию могла сделать и в лаборатории, и с врачом, и с собой. Вот это все должно себя оторганизовать, чтобы сделать все к лучшему для наших пациентов. Ну да, от себя тоже могу сказать. Лайфхак такой, как в моем случае было с имплантами. Я высылала фотографии, и по фотографии мы уже определяли, определяли, что нужно мне срочно приехать, или есть еще время. Да, конечно, из-за этого говорю заранее. Мне неделю заранее, когда я уже созваниваюсь, если у пациента есть рентген, рентген я попрошу, на рентген смотрю. Врач скажет, приблизительно. Минусовой и плюсовой, я говорю. Конечно же, на живой ситуация совсем другая бывает. Но я имею и плюс, говорю, и минус, скажу. Примерно можно определить с объемом работы. И вот тогда уже решаю. Примерно, если только на имплант, бывают такие пациенты, как говорится, полностью челюсть, все зубы удалят, но только на имплант. Неделям не хватает. Почему неделям не хватает? Примерно, когда уже я знаю, когда заезд пациента, в этот день я организую в клинике свое место. Операцию, вот это все я уже организацию делаю, все у меня готовое. Пациента я беру с отеля, имплант это все делаем. Потом отдыхают, через несколько, они обратно я вызывают пациента, смотрят, швы снимают. Уже он говорит, все очень хорошо, уже когда вам удобно приезжать. Неделя мне на это хватает, только если на импланты. А на зерконе 10 дней, конечно, тоже хватает, но если 10 дней тоже пациент, он мне говорит, вот я не могу на 10 дней, но работа должна закончиться. Ради пациента я все делаю, чтобы для него было удобно. Хорошо, спасибо. Главное, чтобы были довольны. Ну и главный вопрос, можно озвучить хотя бы примерные цены на какие-то услуги, на стандартные, сколько стоит пломба на взрослого, сколько стоит имплант. Я сейчас тоже вам скажу, сейчас, после Нового года, конечно, все цены изменились, но я вам одно скажу. На импланты, два вида импланта мы говорим, которые действительно хорошая марка. Одна американская, одна южнокорейская. На импланты и на коронки скидку делаю. Как-то общие счеты, примерно, цена одна, примерно за 700 долларов есть и за 650 долларов есть имплант. Но когда уже несколько штук, я на каждый имплант скидку делаю и на каждую коронку тоже скидку делаю. Зиркониевая коронка, которая стоит 200 долларов, тоже скидку делаю. Металл, керамка также 100 долларов. Типломбы статистически, они уже каждая считается, уже смотря как, отбеливание зубов примерно, просто отбеливание зубов 200 долларов. Это полностью отбеливание? Да, полностью отбеливание, которое специально где-то час процедура у нас идет. Уже на не лечение каналов, на детскую пломбу, на детскую пломбу имею ввиду, на молочные зубы. Эстетическая пломба 600 лир. 600 лир. Это взрослая? Да, эстетическая. А нормальная пломба 500 лир. Эстетика 600 лир, пломба 500 лир. Детская 400 лир. Детская 400 лир. А нервы 800 лир. Нервы плюс пломба 800 лир. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Не за что. Если у наших зрителей будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, можете оставлять комментарии и мы обязательно передадим ваши вопросы в клинику. Спасибо большое. Все, до свидания. Спасибо большое. До свидания, пожалуйста. До свидания.